Я раньше говорил, что не люблю компанию Гербер. Потому что у меня ножа не было. Теперь есть. Это облегчает работу с ним, потому что его легко тогда нащупать и легко с ним работать. Все жизненобажное снаряжение должно быть привязано. Нож для хайкинга и бродилок. Мне не понравились ножны. И вот силовым резом с изогнутой рукояткой прям неудобно. Вот как можно быть несчастливым вот с такой стружкой, а? Впечатлила вышиванка на рукояти. Привет, народ. Моим я Сергей Кровец. Я инструктор по выживанию. Кричит, давай снимать ролики каждый день, а потом монтирует их полгода. Наш оператор Дмитрий Мельник. И сегодня у нас на обзоре просто восхитительный режик от компании Гербер. Рубрика ТС-обзор строится на четырех параметрах. Параметр первый. Первое впечатление. Ведь именно на него вы будете опираться, когда будете выбирать эту красоту или в магазине. Параметр второй. Предназначение. Для чего он создавался и насколько хорошо он делает то, что в него вкладывалось. Параметр третий. Удобства и дизайн. Насколько с ним приятно обращаться, насколько с ним хочется обращаться. И насколько его хочется брать с собой каждый день. И, наконец, четвертый параметр. Качество. Насколько долго он проживет при задуманной эксплуатации. Насколько долго он проживет незадуманной эксплуатации. Вы понимаете, о чем я. Погнали, потыкаем нож в дерево. Первое впечатление. Я задолбал всех на сайте. Я этот нож выбрал очень давно, его не было в наличии. Я просто раз в какой-то период звонил им и нявкал, ну что там нож, что там нож. И вот одним прекрасным воскресным утром приходит сообщение, ваш нож есть в наличии, можем отправить. Что значит можем? Отправляйте, немедленно отправляйте мне нож. Ну и я просто вот так вот обновлял приложение новой почты, ждал, когда же он наконец-то его отправит и когда оно приедет. Я пищал, вы может помните, даже сторисы делал о том, что наконец-то приехал ножичек. Выглядит это счастье, ну просто восхитительно. Он у меня вызывает ассоциации простого бушкрафт-ножа. Я люблю простые бушкрафт-вещи и это дроппоинт с минималистичной резинистой рукояткой, с серым небликующим лезвием, лезвием, клинком, с огромным темлячным отверстием, на которое я прям на новой почте привязал резинку, прорезинистая рукояточка, минималистичный... Сломался я. Минималистичные ножны, плоские минималистичные ножны с огромной скобой. Ну как это можно не любить? Как можно в это не влюбиться? Ножи выбирают глазами. Но на это я еще напарюсь. В целом первое впечатление... Гербер, Гербер. Гербер себя спозиционировали как чуваки, которые делают харизматичные и в целом очень даже неплохие ножи. Приколупаться по первому впечатлению не к чему. Где должно щелкать? Щелкает. Ничего не выпадает, ничего не звенит. Хорошо. Первое впечатление. Очень доволен. Но сразу за удовольствием пришло разочарование. Разочарование заключается в том, что... Ага. А-а. Я левша. А это нож только праворукий. Только праворукий нож. Это значит, что если вы его на поясе повесите с этой стороны, вы его рукой взяли, вытащили. Если вы на поясе повесите с этой стороны, вы просто вытащить не сможете. Указателем пальцем его оттопырить, ну... Типа да, но нет. Перевесить его вот таким вот образом, чтобы он нырнул в штанину или нырнул в карман, и тогда он действительно открывается большим пальцем. Но ножны так глубоко, что есть вероятность, что я вспырю себе ногу. То есть нет. Точно нет. Поэтому второе впечатление... Боль. Боль. Это нож праворуки. Если вы левша, к сожалению, этот нож не для вас, или же придется заказывать другие ножны. Удобство и дизайн. А, стоп. Стоять. Какой нахрен удобство и дизайн? Предназначение. Предназначение. Позиционируется производителем этот нож как нож для хайкинга и туризма. То есть не выживальческий нож для того, чтобы им потонить, хотя он может. Не охотничий нож для того, чтобы снимать шкуры, хотя в принципе почему нет. Нож для хайкинга и бродилок. На мой взгляд, он переизбыточен для такого. То есть он достаточно тяжеловастен, как для просто хайкинга. То есть может ли он делать то, для чего он сделан? Да, безусловно. Но он может куда больше. У него амбиции с татистным ножом. Почему нет? Достаточно длина клинка, достаточно толщина клинка, достаточно хваткая рукоятка. К ней мы еще вернемся. Что касается своего предназначения. Местами полностью отрабатывает, местами не дорабатывает. Что мне не понравилось? Мне не понравились ножны. Если мы говорим про нож для хайкинга, который достал, нарезал стружки в костер, ну для того, чтобы развести костер, отрезал колбаски кусочек. Неудобные ножны. Они достаточно прочные, вообще не прикопаться. Они надежно фиксируют. Мы сейчас их еще протестируем. Но они не эмпиричные. То есть если он у меня висит на поясе, ну вот допустим я его повесил, и допустим даже, вот сейчас говорим только за правую руку, вытащить его я вслепую смогу. А вот чтобы поставить, ну мне нужно его видеть. Потому что если я ошибусь, я себя пырну в ногу. А мне вот вообще не нравится пырять себя в ногу. Ножны очень узкие. Их ширина еле-еле больше самого клинка. Поэтому что касается его эмпиричности, ну тут есть вопросы. И таким образом мы плавно переходим к удобству и дизайну. Начнем с дизайна. Дизайн, как уже сказал, восхитителен. У меня он вызывает нечто среднее между брутальным милитаристическим ножом, ну потому что зеленый, и бушкрафтом. Изящный дроп-поинт, неубликующее лезвие, цепкая рукоятка. Идеально. Зачем ты по мне ползешь? Не надо так. Уже осень, ты пьяна, иди домой. Естественно в глаза бросается огромное темлячное отверстие, в которое можно всунуть, я не знаю, паракорд любой толщины. Ну да, шестерку, наверное, вировку можно просунуть. Это здорово. Мне нравятся темлячные отверстия. Я считаю, что все жизненно важное снаряжение должно быть привязано. Также в глаза бросается огромная выдающаяся скоба. Я скоб с такой глубокой посадкой еще, наверное, ни разу не видел. Она огроменная и достаточно жесткая, но за счет того, что она большая, довольно мягко нажимается. И с одной стороны это клево, потому что за счет того, что у него глубокая посадка, и за счет того, что нож выдается относительно скобы, он на поясе тоже немного выдается в сторону. Это облегчает работу с ним, потому что его легко тогда нащупать и легко с ним работать. В плане дизайна скобы считаю, это очень здорово. Еще что мне очень понравилось, я не думаю, что именно такой контекст закладывался, я не думаю. Но! Вышиванка на рукоятке. Я не видел этого на сайте, но если бы я видел, это только бы добавило очков Гриффидору. Это меня что-то так взбодрило, это так прикольно. Меня это очень позабавило, но нож с вышиванками я еще не видел. Начнем мы, пожалуй, с ножен. Раз уж с них и начали, к ним и вернемся. Что мне не понравилось в ножнах, номер ноль, это да, это то, что ножны асимметричны. То есть я не смогу их переставить под другую руку. Если мы говорим про, например, моровские ножны, кстати, я сейчас покажу, как сравнение. Мало того, что туда можно вслепую класть нож, даже если под левую руку, я все равно его могу поставить слепую, и я все равно могу переворачивать на левую руку. И что самое здоровское, моровские ножны фиг снимешь. Вот это же замечательная вещь, она может выпасть. Скоба очень мягкая, она очень скользкая. И она из-за пояса, из-за кармана может просто вылететь, если заплюсь за ветки или еще за что-то. То есть решение действительно красивое, может быть, на аккуратного пользователя вполне пригодное, но для меня, с моим образом жизни и моим мировосприятием, да, все, что я говорю, исключительно субъективно через эту призму. Вот тут нюансы. И где я покажу в сравнении с морой? Слушай, а может быть такое, что моро это чисто молоток, а этот нож чисто типа... Аксессуар? Молот Тора, и ты приходишь с ним на Камик-кон. Нет, это не полочник. Я понял, что ты имеешь в виду, ты имеешь в виду полочники и ножи, которые сделаны красоты для... Нет, это хорошая рабочая лошадка. Он прекрасно режет, он прекрасно режет в руке, хотя есть нюансы. Ну, это рабочая лошадка, он создан работать, и он может работать. Так что нет, 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 нет. Идем сюда. Вот у нас моли играют роль пояса. Вот у нас для сравнения, вот даже за две, даже за три, вот он выдается. И за счет того, что он выдается, легко подсовывать руку. Вот это клево, это нравится. Но что не нравится, как он легко сюда зашел, так он легко и выскакивает. Почему я привожу пример на море? Потому что все знают Мору. И Мора славится тем, что... Внимательно думай, куда ты ее засовываешь, потому что после того, как ты ее засунул, назад пути нет. Она отсюда уже никогда не вылетит. У них здесь есть два крючачка, которые цепляются за пояс. И это препятствует потере ножен. Вот такие ножны, вот с таким креплением, вот с таким форм-фактором, они, ну, чуть более надежные на антипотеряшку. То же самое касается слепого. Достал, и даже если я вслепую вот попал в эту дырку, а сложно промазать, я почувствовал, что они не вошли, хотя вошли, я могу точно так же перевернуть и точно так же слепую поставить. И если я это делаю под левую руку, если под правую я ставлю лезвием назад, если под левую я могу просто лезвием вперед ставить, и все. То есть я это тоже буду чувствовать чисто эмпирически. За счет того, что широкий вход, за счет того, что я могу попасть туда вслепую. Поэтому в плане ножен, вот здесь я недоволен. А мора бывает для левши? Ну так, мора симметричная. Ну просто ставь лезвием в другую сторону и все. Ну это вопрос привычки. А, она работает так? Да, да, конечно. Ну смотри. Сейчас я... Ну я же не шучу про то, что она теперь здесь навечно. Да напер, прости. Есть. Вот у меня висит мора. Вот я ее вытащил, и вот я ее лезвием вперед ставлю. Ну, нет необходимости их делать. Понял, да? Под другую руку она просто висит вот таким вот образом. Только лезвием назад поставил, лезвием назад вытащил. Вот и вся разница. То есть тут легко научиться. А по удобству левое и правое без разницы. Да без разницы. Вернемся к герберу. Теперь, что касается самого ножа. Большой фанат дроппоинтов. Мне чисто эстетически нравится. Вообще этот нож покупался глазами. Мне он нравится глазами. В руках начались нюансы. Что касается рукоятки, именно материалы рукоятки, это прорезиненный пластик. Кстати, да, вы когда заинтересуетесь этим ножом, у вас появится очень много вопросов по материалам. В интернете информации по материалам как бы две. Прорезиненная рукоятка и износостойкая, коррозионно-стойкая, супер-твердая сталь 7-хром-малибден. Неправильно назвал сталь. Давай еще раз запишем. 7-хром-17-малибден-ванадий. Да, я убежусь. 7-хром-17-малибден-ванадий. Ванадий. Какий надий? Вы когда заинтересуетесь этим ножом, у вас появятся вопросы касаемо материалов. Информации в интернете очень мало. Все, что удалось найти, это прорезиненная рукоять, сделанная из резины, видимо, и сталь марки 7-хром-17-малибден-ванадий. В описании указано, что это износостойкая, коррозионная, супер-твердая, не требующая заточки, внимания и ухода сталь, которая будет резать. Шелковый платочек на ветру горы Фудзиен. Ну, типа, вы поняли. Информации очень мало, и, ну, типа, окей. Все, на что можем рассчитывать, это на эмпирические свойства, на то, что руками порезали и попробовали. Рукоятка. Материал рукоятки восхитителен. Да, это прорезинный пластик, и он очень цепкий. На ощупь очень приятненько. Были сомнения насчет того, что он, понимаешь, ты говорил, будет скользеть? Я таким намочил. Я с ним купаться пошел. Очень клево. Даже мокрая, она работает. Ну, сейчас болото полезем с тобой, попробуем. Даже мокрая, она работает. Что касается прямого реза, в принципе, здорово, удобненько. Рука, ядка, кладется в руку, и, в принципе, очень комфортно. Подпальцевых упоров нет, а не мешало бы, это выяснится немножко попозже. Я уже был с этим ножом в нескольких походах, у меня сформировалось мнение, но давайте сейчас вместе порежем ветки, и по ходу работы я буду комментировать свои эмоции и ощущения, и смогу сформировать общий вывод насчет этого ножа в контексте бушкрафта, выживания и походов нашего формата. Ну, кстати, да, было бы неплохо, если бы мы еще и какие-то кухонные штуки делали, потому что, ну, чаще всего ножи нужны именно на кухне. Да какой палки придурбать? Нужна какая-то палка, понимаешь, такая же прям палка. Смотришь на нее, и ни у кого не было сомнений в том, что это палка. Где? Да, ну, нет. Вот палка. Ни у кого нет сомнений, что я ее с дерева снял. Не, знаешь, давай с чего начнем? Давай начнем со срезания ветки. Допустим, нам нужно там каких-то колышков, рогатчиков. Сейчас выберем какой-нибудь куст, чтобы не сильно природу портить. Вот у нас куст. Мы на рычаге резать а можем, почему нет? Идею реза, вы же понимаете, что дерево состоит из вертикально растущих волокон, мы создаем напряжение, и сейчас в это напряжение мне нужно загнать клинок. Ну, как сложно подобраться туда. Не, не могу подобраться, буду резать выше. Рез по сырой ветке. Вгрязается довольно бойко. В этом плане мне он очень нравится. Ну, оно неудивительно, потому что спуски от обуха. Тут сложно плохо резать. По-моему, с микроподводом. То есть, как резать, он прям должен уметь, и он умеет. Здесь не приколупаться. Давай-ка вырежем некую веточку, на которой мы будем делать всякие глупости. Здесь мы сделаем розочку. То есть, подрежем его со всех сторон и обломаем. Сразу первые эмоции. Очень наминает большой палец. Если работать много, если, допустим, мне нужно построить укрытие, построить укрытие быстро, то есть, я буду работать, не щадя живота своего. Ну, не знаю, насколько это видно. Палец наминает. Мне некомфортно. Фаска снята. Я пробовал сегодня утром повысекать огнивом из него. Не получается. Не достаточно она грубая для того, чтобы работать огнивом. Но достаточно грубая, чтобы наминать палец. Зачем так? Не понимаю. Что касается руки, которая удерживает нож, вот этой, пока комфортно. Там есть некоторые нюансы, которые выяснятся чуть-чуть попозже. Все, я пообгрызал со всех сторон. Теперь ветка знает, в каком месте ей сломаться и легко ломается. Что, начнем с колышка. Колышек это очень частая штука и для того, чтобы делать колышек, мы работаем с силовым резом. Это прямой рез. И у меня работает вот эта группа мышц. Вот это силовой рез. И у меня работает вот эта группа мышц. Она, во-первых, более сильная. Во-вторых, этот рез более безопасен. Потому что в таком случае, если его плюс сучок и он мне выскочит, у меня рука вылетит в сторону. Я могу поранить Димона. А никто из нас этого не хочет. Если я переворачиваю в обратную сторону, делаю силовой рез. Даже если у меня рука вылетит, она далеко не уходит. Поэтому с силовым резом можно связать сучки. С силовым резом можно делать какую-то грубую работу. Честно говоря, это мой любимый рез. Я большую часть работ делаю именно им. Потому что мелкая мне редко когда-то надо делать. Что вот выяснилось во время силового реза, меня это очень расстроило. Рукоять имеет полукруглую форму. Ну, такая немножко изогнутую. И вот силовым резом с изогнутой рукояткой прям неудобно. Она упирается вот здесь, вот наминает. И вот здесь наминает. То есть давление прикладывают только этими двумя точками. Ну, такое себе удовольствие. Прямой рукояткой куда удобнее это делать. Если его выдвинуть так, чтобы изгиб совпадал с рукой, вот таким вот образом, тогда уже клинок прикладывается не тем усилем. Ну, короче, ерунда какая. Изогнутая рукоять не для силового реза. Да, с самого начала я сказал о том, что в ее предназначение, в предназначение этого клинка не входит бушкрафт, не входит выживание, не входит всякие такие штуки. Но он может это делать. Он может это делать, но делает это плохо, потому что изогнутая рукоятка. Издержки дизайна, к сожалению. Итак, колышек. Да. Я сегодня Баффи. Те, кто старше 25, да? Как ее звали? Сара Мишель Геллар? Актриса? Ну, да. Не знаю, но я думаю, она сейчас грубля. Я не думаю об этом. Итак, какие-то грубые работы делает ли он? Да, делает. Наминает руку вот здесь, наминает большой палец. Не смертельно, но неприятно. Неприятно. На каком-то из походов я такой, блин, ну, не того я хотел. Что касается качества реза, восхитительно. Попробуем выбить здесь паз. Кстати говоря, если вы делаете колышек, с которым будете постоянно работать, имеет смысл вы обстругиваете у всех сторон, потому что когда вы будете забивать дубинкой, чтобы энергия приходилась не на краешек, и тогда ветка расщеплется, а на средние волокна. И тогда энергия будет проходить вдоль всего колышка, и она чуть-чуть позже расщепится, или же вообще не расщепится, в зависимости от того, как будете за ним ухаживать. Фокус! О, спасибо. Так, мне нужна дубинка для того, чтобы выбить здесь паз. Или же вырежем. Пошли попробуем вырезать, если не получится, тогда выбьем. Для дубинки можем использовать что-то из валяющегося. Итак, попробуем сделать небольшую выборку. Для чего она может быть мне нужна? Ну, например, я хочу привязать к нему веревочку. Для того, чтобы веревочку не сорвало, я сделаю небольшое углубление. Она зацепится за это углубление. Я говорил о том, что обратный хват один из моих любимых, потому что тогда можно чуть жестче контролировать клинок. Вот мы делаем вот такую небольшую выборку. Из-за нее уже будет цепляться веревочка, и она уже не так легко соскочит. Рез восхитительный. Очень мне нравится, как он режет. В плане управляемости восхитительно. Вот клинок той ширины, которой должен быть, той длины, которой должен быть. Не хочется его ни удлинять, ни укорачивать. Если укоротить, будет немножко не то пальто. Если удлинить, он уже будет, ну, не такая у него развесовка, не такая, кстати, по развесовке, пока мы здесь. Центромасс приходится вот сюда, ну, с небольшой оговоркой на темляк. Что, в принципе, как для рабочего ножа, считаю, очень даже неплохо. Резьба в удовольствие. Если закрыть глаза на геометрию рукоятки, в удовольствие. Цепкость рукоятки на высоте. Итак, пазы. С удовольствием. Попробуем при помощи батонинга сделать выборку. Так даже немножко быстрее. Да, да, к сожалению, у меня вот только такая эксплуатация. В одной руке ножны, в другой руке нож. Идеально. В целом батонит. Собирать какие-то конструкции, какие-то лагерные штуки, типа как крючков, подвесов. В удовольствие. Давай попробуем найти сухую ветку, разломать ее батонингом и сделать стружку. Потому что стружка, это, наверное, главное для чего нужен выживальщику нож. Ну, признавайтесь, кто из вас ветка? Та ну не снимает! Хоть этот, а не снимай! Кто-то спилил или срубил, срубил ветку, но не забрал ее. Ну, может пригодится. Давай попробуем перекусить, перебить. Понятное дело, ситуация вымышленная в вакууме, таким никто не будет заниматься на привале. Но это тест живучести ножа. Хотя было бы крайне прискорбно, если бы он от такого сломался. Я сейчас сделал зарубку, чтобы ветка поняла, где ей ломаться. Кстати, вот, блин, наглядный момент. Из-за того, что у меня нет эмпирических ножен, в которые я вставил и освободил себе руки, я перекладываю нож в другую руку, ломаю, подбираю ветку, возвращаю нож. Ну, тебя, что? Почему мы этим занимаемся? Ну, вот, ножны меня разочаровали. Так, попробуем разбатонить. У меня на пути будет сучок. Вот как раз сейчас с ним встретимся и пообщаемся. Что я хотел этим показать? Умеет ли он батонинг? Да, умеет. Достаточно толстый клинок, и сложно не уметь. За счет того, что это высокие спуски, а не, скажем, скандинавские спуски, ну, не так задорно раздвигает ветку, как бы мог. Поэтому, может ли он это? Да, может. Лучший ли это вариант на свете? Ну, нет, есть варианты получше. Но, опять-таки, при учете того, что он не позиционируется как нож для выживания, то есть, ну, он не должен именно этим заниматься, это не является его прямой обязанностью, ну, большие претензии к нему не испытываю. Не имею. Колбаску удобно резать? Да, да, восхитительно. Ну, какие-то такие вот вещи, как именно резать, там, где нужен рез, восхитительно делает. Итак, батонит ли? Да, батонит. Не скандин, но батонит. Почему нет? Какой-то нагрузки в руку я не ощутил. Единственное, что закусывает его. Закусывает. Если древесина твердая, то его закусывают, и фиг потом вытащишь, и по-хорошему иметь с собой колышки. Стружка. Я снимаю воображаемую шляпу перед этим ножом. Это же не стружка. Это песня. Ты глянь, какая красотурочка. Ты глянь, какая красота. Вот как можно быть несчастливым вот с такой стружкой, а? И вот опять-таки я сейчас чувствую большую часть сил вот именно на мизинце, как это ни странно. То есть я его удерживаю мизинцем, чтобы клинок был именно в том положении, в котором я хочу. Но стружка великолепная. В этом плане очень доволен. Тоже я поймал себя на мысли, у меня никогда не было ножей без подпальцевого упора. Это мой первый нож без подпальцевого упора. И первое, на что я напоролся, я какое-то то ли отверстие делал, не помню, и у меня рука съехала. Я такой, аааа, ты чего? Очень опасно это делать, если это делаешь изначально неправильно. Поэтому подпальцевый упор, если мы рассматриваем этот нож как для новичка или же как для ребенка, нет, не лучший выбор, не лучший. Этот нож для тех, кто уже умеет обращаться с ножом. Что, я обещал подтыкать нож. Давай его подтыкаем, посмотрим, сможем ли мы отломать острие. Я понятия не имею, что это за дерево. Листьев не сохранилось. Ну, растет как орешник, если честно. Ты больше тут лес ломаешь, чем нож. Ну, опять-таки, мне сейчас вообще не улыбается, чтобы у меня рука съехала. Ну, что, внесла? Неа. Очень хорошая сталь. В плане остроты, в плане удержания кромки, вообще без претензий. Вообще. Очень я вот этим вот доволен. Справилась два раза перед походом. То есть, сначала я на заводской заточке ходил, потом в какой-то момент я, блин, что-то не так починил это провилочкой. И вот сегодня, перед выходом, я починил провилочкой. Ну, в принципе, ну, вот. Опять-таки, при условии, что ножи я не особо жалею. То есть, ну, надо потыкать, я потыкаю. Надо где-то что-то отломать, я отломаю. Поэтому, как я могу резюмировать по дизайну? Очень красиво. Я этот нож взял, потому что он красивый. Меня впечатлило то, что он минималистичный. Здесь минимум каких-то дополнительных деталей. Меня впечатлила здоровенная скоба, хотя она мне абсолютно не нравится теперь. Меня впечатлила вышиванка на рукояти. Я не знаю, специально ли вы это сделали. Но если специально, это очень крутой маркетинговый ход. Что касается удобства. Нюансы с ножнами. Нюансы с непонятной для меня геометрией этой рукояти. Нюансы с непонятной для меня геометрией рукояти. Опять-таки, еще раз. Это все через призму того, чем я занимаюсь. И моими руками. Возможно, для людей, которые режут колбаску, это более чем. И возможно, вот именно такая форма рукояти им больше подходит. Но я колбаску режу реже, чем что-либо другое. Поэтому мне нравится, но мне не зашло. Что там у нас дальше? Качество. Да ломаться тут нечем. Из нюансов я заметил только вот это место. Не знаю, видно ли. Такая маленькая-маленькая выбоинка. Это где-то что-то чем-то тернулось. Слушай, а давай поставим как быдло, потрем его сейчас обо всякое. Гербер, прости. Есть вопросы по поводу живучести этой рукояти. Я не знаю, насколько долго она протянет. Она очень цепкая. Вопросов не имею. Цепкая, удобная. Гасит удары. В этом плане вопросов не имею. В плане прочности ножен по большей части вопросов нет. Единственное что, вот здесь вот каждый раз он прокатывается кромкой. Каждый раз. Ну, это во-первых, что кромка проседает, а ей типа не очень-то хорошо. Во-вторых, что зачем мы съедаем ножны? Почему нельзя это как-то обыграть так, чтобы она не съедала их? Ну, вот тут я не очень доволен, конечно. Это прям зря. Это вы зря так сделали. Но в целом, в целом хорошо. Пошли поиздеваемся над рукояткой. Ну, чем мы этим занимаемся? У меня уже как-то больно. Мне тоже. Достаточно. Прости. Вышиваточка. Ну, вообще непонятно, знаешь. Да, пошли по моим и в болоте. Опа, надо. Офига себе твердое дерево. Это какой-то злобный корень. Ты хочешь знать, зачем мне палка? Верь мне. Я доктор. А ты такой доктор кто? Будь ты блондинкой, понял бы шутку. Пора. А я три балка. Охота на тактикульщиков. Итак, мокрая рукоятка. Ну, восхитительно. Просто не прикопаться. Замечательная цепкая рукоятка. У нее, вот если есть толща грязи, наблюдается такое ощущение, как будто бы губка. Ну, я думаю, понимаете о чем. Но когда вымывается, он цепкий. Ну, то есть, если там слой грязи, понятное дело, его хорошо бы счистить. Я думаю, что угодно будет скользким при слое грязи. А так, цепкая рукоятка вообще не прикопаться. Не прикопаться. Будь еще под пальцевый упор и ножны нормальные. Субы бы не было этому ножу. Погнали, просушим. О, кстати, можно посмотреть, насколько ушатался. Ну, то есть, да, ее реально ушатать. На то она и прорезиненный пластик. Резюмирую. Давайте пробежимся еще раз по четырем параметрам и подведем общие итоги. Первое впечатление. Доволен. Нравится. Если бы у меня был выбор выбрать его еще раз, я бы его еще раз выбрал. Предназначение. Хайкинг. Да, справляется. Это простой, удобный нож. Удобство и дизайн. Есть нюансы. Я недоволен ножнами. Я недоволен тем, что они не эмпирические. То есть, они не слепые. Я не могу вслепую засунуть. И они односторонние. То есть, я как левша прям недоволен. Также я недоволен тем, что нет подпальцевого упора. И я недоволен тем, что нож прокатывается лезвием по ножнам. И еще мне не зашло для моего образа жизни, для моих хватов, то, что полукруглая рукоятка. Уверен, была какая-то мысль, которая туда закладывалась. Мне она не зашла. Качество. Не прикопаться. Не прикопаться. Все хорошо. Вот он свои деньги более чем стоит. Я прям, более чем стоят свои деньги. Общие выводы. Хороший нож, замечательный нож. Если бы я пересел, мне было бы удобней. Общие выводы. Доволен ли я этим ножом? Да, определенно точно доволен. Могу ли я рекомендовать его новичкам? Нет. Нет. Во-первых, потому что вы его потеряете. Во-вторых, потому что нет подпальцевых упоров и всяких-всяких нюансов, которые бы могли сделать его более безопасным. Поэтому для новичка берите Мору 5.11. Все. Это нож новичка. Начинайте с Моры. Простой дешевый нож, который не жалко сломать, не жалко потерять. Вот этот я очень расстроюсь, если с ним что-то случится. Но при этом я даю ему харда, и я уверен, что он этот хард отработает. Я его могу рекомендовать туристам, и я его могу рекомендовать тем, кто в него влюбится. Нож – это штука, которая выбирается глазами. Если вам зашел дизайн, класс, вы будете его любить. Потому что за пределами дизайна я не нашел подводных камней. Нет такого, что он выглядит красиво, а ты смотришь, там отлазит, там воняет, там рассыпается. Нет. Вот он каким себе показал, такой он и есть. Влюбляйтесь в ножи, любите ножи, цените свои ножи, ухаживайте за своими ножами, не ломайте свои ножи. Смотрите наше видео. Спасибо за просмотр обзора ножа Гербер. Ссылку на этот нож вы сможете найти в описании. Спасибо, что смотрите наше видео, спасибо, что ходите в походы. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. А еще это не мое укрытие, я его нашел и занял. Кто первый стал твое укрытие? Спасибо, что ходите в походы. Спасибо, что ходите в походы. Было. Спасибо. Спасибо. Спасибо.